Луц, который их, конечно, при чистом исполнении, короткая программа, которая даст им фору. Вот мы сейчас объясним, друзья, почему мы так тройную луц выделяем, потому что тулуп, да, многие делают тулуп в базе 4,1, сальхов делают пары 4,2, а луц в базе 6 баллов. То есть сразу плюс 2 балла, просто вот если они его сделают. Да. Ну и плюс у ребят уже статус лидера в сезоне. И полностью соответствующая. Да, и соответствующая. Качественное исполнение. Это, конечно, уровень 3. Сильный. Сильный, две десятки. Ну да, это третий уровень. Четвертый, около 8 баллов. Ну да, то есть это, получается, да, с плюсами, да? Луц. Есть. Да. Штампует. Ну и выброс, флип. Ну вот сравните выброс, да? Смешно, конечно. Но смотрите, им луц как плюсанули. 6 в базе и еще баллы 4,1 сверху. Ну, действительно был выполнен хорошо, параллельно. И шаги при этом присутствовали. Очень близко ребят вращались, да. Ну, Эрик сместился чуть-чуть. Просто мы еще с этой камеры смотрим. Ну, на самом деле, это вращение, скорее всего, тоже пойдет больше в плюс, чем в минус. Потому что очень близко ребят вращались. И это судьями очень оценивается. Хотя было, конечно, смещение там по оси немножко. То есть он сбоку немного вращался, а не на одной линии. Но все равно это было близко и хорошо. Ну, это поддержки, конечно, это не их самая сильная сторона. Это, конечно, юниорский вариант абсолютно. То есть у юниорок сложнее делать поддержки, чем они. Потому что нету смены позиции у партнерша сложной, да? Ну, да. Это такая поддержка, там, воборот, в одну сторону. Там у нее не самая сложная позиция. Ну, это все делают так свечку. Вот, берут новую поддержку с бедра. Вот, и, то есть, это как бы поддержка, конечно, не самая сложная, скажем так. Но, в принципе, когда есть все остальные элементы, можно и не очень-то напрягаться, скажем так. Хотя я бы лучше прыгал тулуп, но делал сложную поддержку. Молодцы. Да, классно, что тут скажешь. Молодцы. Кажется, Тетра на улице, он их очень сильно... Вытягивает. Да. Прям такой лифт. Даже приравных исполнителей. Ну, и плюс они, конечно, очень такой хитро сделали, потому что в этом году разрешили музыку. Они взяли такую песню, какую-то мощную, там, французскую песню. И она, конечно, тоже играет свою роль. Я не очень тоже люблю... Название фраза. Мне не очень тоже понравилось вот это решение судейское, что надо брать какие-то музыкальные отрывки. Тогда бы я сделал, тогда пошел от танцев, сделал какую-то обязательную программу, чтобы все катали примерно одну музыку, там, одну тему какую-то, потому что невозможно катать, как воспринимается там, я не знаю... Чайковский, например. Чайковский, да. И какая-то популярная песня, которая просто сыграет тебе, там, пяти судей в машине слушают эту песню, и они такие, вот, моя любимая, там песни, давайте за это плюс кинем. За это проголосуем. Так, может быть, когда-то китайцы-то и поменяли музыкальное сопровождение, взяли, по-попсору и такое. Да, это лучше слушается, там, где-то ближе, это как-то к восприятию этой песни. Конечно, мне не очень нравится этот момент, потому что компоненты, которые ребята получают в этом году, они, конечно, очень высокие и абсолютно неадекватные их катания, то есть у них парного катания-то, в принципе, нет, они параллельно катаются. Это пара сугубо два, там, тоже одиночника, которые отлично прыгают, то есть выбросы, он ее тоже практически не кидает, она сама прыгает. Ну, вот как раз на Мулуцку вторяется. Это очень хорошо управляет. Почему они, по-моему, обуви, снаружи его ребра, то есть они... Ну, вы знаете, в Канаде, в Северной Америке вообще этой проблемы нет с ребрами, то есть они, в принципе, там все прыгают, их изначально в детстве учат снаружи, с внутренней прыгают. Да и у нас раньше учили, потом как-то упустили этот момент, что я тоже не понимаю, как можно прыгать в Луц, вот этот, который... Да, я тоже вот... Луц как флип. Да, я тоже всю жизнь прыгал, у меня Луц это один прыжок, флип другой, абсолютно, то есть... Причем мне это непонятно, когда про них говорят еще, потому что там же вообще по классике один заход прямой, а другой заход... Нет, заход на самом деле может быть сколько угодно, там можно шагов делать, Луц можно там как угодно, просто это настолько разные по технике прыжки, но это как Риттбергер и Сальков, там, я не знаю, это... Для меня это вот... Ну, я это не могу воспринять. Для Максима Транькова... То есть мне это объясняют там ребята, которые мучаются с этими ребрами, там, там тоже Макс Кофтон, там мне говорят, ну вот, там же одно и то же, что там стоишь, я говорю, ну нет, ты же тут сюда прыгаешь, флип внутрь прыгаешь, как тут можно... То есть для меня это такая большая разница для этого поколения нашего, они, к сожалению, потеряли эту разницу. На самом деле, у нас такой получается комментарий, абсолютно олдскульный комментарий, мы за... Мы консерваторы, да, в принципе, то есть консерваторы это те люди, которые не смотрят постоянно в прошлое, а считают, что нужно все лучшее в прошлом оставить и дополнить что-то лучшее из будущего. Вот, наверное, все-таки такая тональность у нас с вами. Они снова первые. Причем с хорошим отрывом. С хорошим отрывом. Четыре балла. Да, четыре балла. Ну, четыре балла достигаемы, конечно. Если чисто будет кататься, то недосягаемы, а если будут ошибки... Так, Астахова-Роганов у нас с вами тринадцатые. Ну, это такая слабо, скажем так. В двенадцать-то нужно попадать ребятам завтра. И Амани Фанси, Кристофер Бояди, Бояди, наверное, он даже. Он последний... Они последние, кто попали, кто квалифицировались.